Привет, мои дорогие! Очень рада вас видеть! И сегодня хотелось бы с вами поговорить на тему 7 фактов, которые снижают вероятность беременности. Действительно, бывают очень много разных проблем, очень много разных фактов, которые мешают нам забеременеть женщину. Давайте с вами поговорим на самых основных. Остановимся и их разберем. Что же нам мешает забеременеть? Во-первых, женщинам уже многократные исследования, многократные ученые доказывают, что слишком избыточный вес или, наоборот, слишком недостаточный вес, то есть предрасположенность к полноте или к анорексии очень влияет на наступление беременности. Очень редко, когда очень полные, очень крупные женщины быстро беременеют. Также редко, как и очень маленькие, очень худенькие, у которых большой недостаток весовой, также наступает беременность. То есть обычно после коррекции, после гормональной коррекции и уже, точнее, восстановления различных метаболических нарушений. Следующее – это неправильное питание. У меня на канале как раз есть видео, где я приводила пример из исследований клинических, таких больших, крупных исследований, о том, как действительно питание влияет на наступление беременности. И чтобы здесь, там, если вы посмотрите, я вам оставлю ссылочку под описанием к этому видео, там четко мы говорили на те, указывали те продукты, которые необходимо есть, как их часто есть. И все-все мы про это подробно разбирали. Поэтому, если вам интересно, пожалуйста, переходите. А здесь хотелось бы, конечно, сказать о том, что нужно стараться исключить все вредные продукты, канцерогены, обычно мучное, кондитерские изделия, исключить фастфуды обязательно. Конечно же, мы их любим. И многие в комментариях пишут, вот зачем вы говорите наш любимый Макдональдс. Мы его, и я, как врач, могу точно сказать, что это очень вредная еда. Но, к большому сожалению, я такой же человек, и я тоже подвергаюсь рекламе, подвергаюсь постоянному. Меня он манит, эта реклама меня манит, и мне очень сложно проезжать мимо Макдональдса. Я вам говорю серьезно, если вы не любите Макдональдс, то я прямо ваш поклонник. Это реально круто, потому что на сегодняшний день вот маркетинговая реклама Макдональдса настолько сильная, что ты проезжаешь, ты думаешь, я сейчас заеду, куплю кофе и поеду дальше. Но кофе тебе предлагают, пирожок, тебе предлагают какую-то булочку, тебе предлагают супер вкусное мороженое, и ты не можешь перед этим устоять. Поэтому я всегда говорю, наш любимый Макдональдс, но он мой тоже любимый, как бы я себя не ограничивала, все равно, если я вижу рекламу, если я вижу Макдональдс, то есть я стараюсь туда не приближаться. Поэтому, потому что если я туда приближаюсь, обязательно что-нибудь там куплю. Но я под Макдональдсом говорю, это и KFC, и всякие Бургер Кинги, таким вот большим словом фастфуд. То есть у меня приверженница это Макдональдс, у кого-то другой. Я понимаю, что это очень вредно, я знаю, как это вредно. Но на сегодняшний день очень вот надо, мы тренируемся в силу воли, чтобы все-таки постараться избежать самой-самой вредной пищи. Потому что фастфуды, к сожалению, играют большую роль в процессах, в том числе связанных с нарушением жирового обмена, гормональных процессах. И, конечно, это все связано с зачатием и с дальнейшей беременностью. Третье – это стрессы. Это серьезные стрессы, которых нам нужно исключать. Я про это говорила многократно, что организм в состоянии стресса не способен забеременеть. Если у вас проблемы на работе, если вы из-за чего-то переживаете, то вы не сможете очень быстро забеременеть. И вообще, возможно, долгое время не можете забеременеть, пока вы не исключите стрессы своей жизни. Также вы прекрасно можете написать комментарий, ну как мы исключим стресс, как мы уже все живем в окружающей среде. Если проблемы с начальником, или там проблемы какие-то на работе, если какие-то финансовые проблемы, как от этого избавляться. Действительно сложно. Я тоже про это много думала, поэтому здесь я могу порекомендовать вам спорт, возможно, какие-то хобби, вышивание, рисование, танцы, как вариант. Я тоже задумываюсь над этим вопросом. Я, конечно, не стану профессиональным танцором, но, тем не менее, можно иногда себе позволить в качестве какого-то хобби посещать какие-то вот такие вот секции. То есть для того, чтобы просто расслабиться, отключить голову, возможно, это массажи, возможно, это какие-то бани, сауны. То есть такие варианты, которые могут вас отстранить, отпуск, какие-то выпадения вот из этого стресса, для того, чтобы нам можно было его исключить хотя бы на определенное количество времени. Затем вредные привычки. Это и алкоголь, и укурение, и прием сильнодействующих препаратов. Это все значительно влияет на проблемы зачатия. Мы с вами многократно про это говорили, поэтому здесь я не буду долго останавливаться. И пассивное курение очень значительно влияет на само зачатие и на саму беременность. И алкоголь очень сильно влияет на наступление беременности, в том числе на дальнейшее развитие беременности. Вы, многие из вас пишут, вот дайте нам исследование, которое это показывает. Пожалуйста, вы в интернете можете найти массу клинических исследований, которые уже об этом нам говорят. Поэтому, пожалуйста. Затем, конечно же, пятый пункт, это возраст. И всех женщин, кто уже возраст более 40 лет, или там 39-38, близко к 40 годам, если долгое время не наступает беременность, не стоит ждать. Как можно быстрее нужно обследоваться, нужно начинать проходить лечение, обследование и беременеть. Потому что, к большому сожалению, репродуктивный потенциал ограничен. К большому сожалению. И поверьте, есть множество пациентов, это доказывающее. У меня недавно пришла пациентка, она была на консультации два года назад. Приходила в клинику, мы с ней пообщались. На данный момент она очень хотела забеременеть. Супруг у нее моложе ее лет, намного причем. И супруг категорически был против. То есть он говорит, у нас все получится, мы сами забеременем, у нас все хорошо, нам ничего не нужно. Но женщина понимала, что ближе к 40 годам ей уже будет намного сложнее забеременеть. Тем не менее, они тогда отказались от каких-либо обследований. И буквально вчера она мне написала о том, что я все-таки хочу, давайте начнем, давайте начнем работать, так как я понимаю, что я не смогу забеременеть. И когда мы с ней пообщались, сегодня она сказала, я говорю, что вы за эти два года делали? Она говорит, ничего, просто планировали беременность. У нас же все хорошо, у нас же ничего не болит, не беспокоит, но беременность не наступила. Мы потеряли два года. Вот на ровном месте потеряно два года. Беременность так и не наступила. Поэтому сейчас, конечно, мы начнем обследование, мы начнем лечение, и возможно в ближайшее время у нас наступит беременность, но вопрос вот такой очень серьезный. Поэтому всегда обращайте внимание на возраст. И не нужно думать, что вот там кто-то забеременел в 50 лет, и я забеременею. Возможно, вы и забеременеете, но никто это 100% не скажет точно. Поэтому всегда это нужно помнить. Следующее, шестое, исключить физические нагрузки. Если у вас работа связана с тяжелыми физическими нагрузками, если вы занимаетесь хобби, там тяжелые физические нагрузки, или у вас спорт связан с тяжелыми физическими нагрузками, если вы вдруг планируете беременность и надумали там делать перестановки, что-то куда-то таскать, я крайне рекомендую от этого отказаться. И максимально стараться, когда мы планируем беременность, вот это исключать из своей жизни. То есть это тот аспект, который мы можем исключить. Ну и последний, самый главный пункт, конечно, это различные аутоиммунные и гинекологические заболевания. Здесь конкретно существует множество различных заболеваний, которые нужно обследовать, которые нужно наблюдать и нужно лечить. И после этого только мы можем их скорректировать и повлиять на наступление беременности. Это крайне-крайне для нас важно. Поэтому обязательно не стоит ждать, как можно быстрее нужно начинать обследование. И, конечно, о чем мы сегодня с вами говорили, постараться исключить те факторы, которые мы можем исключить самостоятельно. Если у вас остались вопросы или вы хотите обсудить какую-то тему, пожалуйста, пишите в комментариях. Если понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и мы обязательно с вами встретимся. Всем спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok